Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня у нас вторник, 6 июня, время 23 часа, в Киеве, такое же время в Москве. И мы проводим очередной стрим с Алексеем Арестовичем. В каком-то смысле он несколько экстренный в связи с событиями последними. День 468, Алексей, рады тебя видеть. Да, взаимно, добрый вечер. Ну, я должен честно признаться, что я расстался с Алексеем Арестовичем совсем недавно, но, тем не менее, порядок того требует. И мы, в общем, приветствуем в том числе и зрителей. Просим, пожалуйста, те 40 тысяч, которые уже к нам присоединялись, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Ну и, конечно, те, кто еще не поставил лайки, а сейчас поставили их только 16 тысяч, не хватает по меньшей мере 1084, поставьте их и тем самым помогите нам распространить максимальный эфир. Мы второй день уходим в неурочное время, но не секрет, что мы с Алексеем Арестовичем находимся в Брюсселе. У нас были встречи в Европарламенте и всякого в других местах, поэтому, пожалуйста, учитывайте это. Жизнь не стоит на месте, приходится как бы в дороге проводить эти стримы. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фегин Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по его имени Алексея Арестовича вы можете подписаться. Там тоже смотреть эфир этот и другие. Ну, давай с главной темы начнем. Это того заслуживает. А в ней, в этой теме и отчасти провиденциальность до известной степени, а с другой стороны, в общем, фатальность какая-то события. Естественно, они взорвали такие Каховскую ГЭС. Это было, по-моему, совершенно очевидно, что они рано или поздно это сделают. Но не сейчас, так позже бы взорвали. Там в отместку бы взорвали. Неважно, что ими руководствовало. Но мы хотим все-таки окончательно понять, какие последствия. И, собственно говоря, ну, ты уже написал в своих аккаунтах в социальных сетях о том, что это, конечно, с одной стороны способ предотвратить контрнаступление. А отчасти вот мне так напоминает, что они просто хотят уже в отместку что-то сделать, отомстить как бы. Ну, вот уже от бессилия какого-то. Ну, ясно же, что не остановишь контрнаступление даже по направлению к югу. Ну, хоть, ну вот так. На стол вот прям вот сядет Путин, пляшивый, понимаешь? Прям вот горло и кучу какого-то своего. Вот приблизительно так это выглядит, потому что, честно говоря, ну, как бы никакого рационального объяснения с расчетом на будущее, если вы хотите этими территориями, но вы каховкой какой-нибудь, да, обладать, соответственно, вашим фейковым референдумом, но вы так не делаете. А они как бы подтверждают самое худшее о них представление. Давай поговорим об этом. Формально для них это территория России напоминает. Да, именно так, именно так. Как они считают, да, и вот вам, пожалуйста, как они обращаются с территорией России. Что, ну, как они считают. Что касается их, я думаю, есть два основные причины. Первая, это попытка не дать нашим войскам форсировать Днепр внизу в районе Хевсона, через систему островов. И они же начали сообщение сегодняшней ночи о том, что «Ура, мы смоли». Это такая же история была с МН-17, когда Геркин и все, они там успели крикнуть шуром. Украинский транспортный самолет военный, а потом его и резко сменили. Это украинцы сбили пассажирский самолет. Вот ровно один какой-то. Они пару часов в ночь укричали, что «Мы смоли». А потом «О, нет, это они устроили крупнейшую экологическую катастрофу, когда поняли, что пошло не так, как они ожидали». Значит, но за этим маячит еще одна очень важная вещь. Они хотят продемонстрировать миру, что мы вот, вот вам последствия украинского контрнаступления. А может же быть еще хуже. А может взорваться заминированный крымский титан, и там куча яд, а может Запорожская Суда произойдет. А может... Ну, именно так, да. Я практически уверен, что у них в загашнике 2-3, внимание, еще таких кейс, и они будут пытаться сделать все, чтобы контрнаступление не началось. Потому что главное их требование «Давайте остановим войну, давайте сделаем землетрязненную зону, давайте экологическая катастрофа, посмотрите, они пугают мир». «Давайте изо всей силы восстанавливать Украину». Почему? Потому что они не верят в себя. Они знают, что наше контрнаступление их сметет. И военных способов этому противостоять не осталось. Поэтому включился министр обороны Индонезии, поэтому включился Орбан с его фильмом, где Украина была зарисована, вернее, Крым был зарисован как российский, и что надо остановить контрнаступление, а я-ня-ня, и какой-то ужас. Поэтому до силы все включаются, кто может, включают всех, с предложением, лидер африканских стран, с предложением о том, что ни в коем случае не было бы быть, чтобы не было украинского контрнаступления. Однако оно будет. Вот все эти стена ни однопрасны, и ни одно мероприятие с их стороны не способны его остановить. Поэтому я сразу с утра написал, что подрыв дамбы означает, что они не надеются удержать с собой как минимум Лего Беликерсунич. А помещение проступлений воды в Крым заставляет нас задаваться самоготовление удерживать Крым в таких условиях. Сейчас появятся вы снимки входа канала каналов. Алло. Алексей. Титуции с нами? Был замирание на какую-то секунду. Ну ничего, все вроде бы в порядке. Ну же с тобой бывает. Так вот, только что опубликовали буквально перед самым началом я увидел фотки канала, которые захода в Крым от из Северо-Крымского канала. И там уже явные признаки обмеления. То есть он возможно завтра там будет большущая проблема. Тогда вопрос как они в этих условиях Крым собираются удерживать? Что же будет за зоной зоны социальной дамбы? Ну как? Ну день предстоятельно продержаться. Вот и все. А дальше наиболее наиболее показательно в этой всей истории, что они не уведомили свои собственные войска о подрыве. То есть у нас есть сведения по радиоперехватам, смест, что некоторые блокпосты и позиции российской армии погибли целиком. Просто потонули или что? Утонули, да. Потому что они были на левом более низком берегу, поломолна там была гораздо выше и она их всех накрыла. Как мы знаем. Поэтому люди не успели ничего сделать. Ну вот они убили собственных солдат. Так делали большевики, чекисты в 1941 году, когда они взрывали Днепровскую ГЭС и Истринское водохранилище под Москвой, где тоже погибли десятки тысяч военных и гражданских, непредупрежденных. Вся та же самая история сегодня. Но это выбор сознательный, который они стоят. И поэтому ну это какой акт символической кульминации все их способы, все их способы воевать. Самая часть они уведомили своих военных, да, надо добавить, а часть нет. То есть у них военные поделены на первый суд, на второй и так, да. Поэтому никогда не знают мобилизованный россиянин о том, что в каком сурты его отнесут. Но самое главное даже нет. Самое главное, что они спасали технику, на пехоту положили. То есть те подразделения, которые были на военной технике предупредили, а те, которые были пехотные нет. Ну понятно железо важнее. Железо важнее, да. Я спрошу разрешения, если разрешат, то поставлю радиоперехват в следующую передачу, чтобы ты послешь. Да, завтра поставим. Если дадут разрешение, как арутонущие российские военные наши, послушай. Поэтому вот эта история, это кульминация. Мы знаем, что Путин любит Сталина, что он водил Саакашвили в кабинет Сталина в Кремле, показывает особо доверенное. Касплеит Сталина и Гитлера одновременно в этих условиях. Кульминация бесчеловечности. Крупнейшая экологическая катастрофа. Мы сегодня беседовали с тобой с визе-президентом парламента европейского. И она просила аргументы для итальянской, в частности, европейской публики, что может, какие могут быть последствия этой дамбы. Я для наших слушателей скажу, подрыва дамбы скажу, что вообще-то затопили плодородные земли. И размер катастрофы пока не понять. Я не знаю, какой процент это может сказаться. Не возможности сокращения Украины по составу продовольствия, но итальянцам не очень обрадовала идея о том, что в Северной Африке или на Ближнем Востоке может быть меньше хлеба. Потому что это может означать волну беженцев в Европе. Мы не знаем размера катастрофы, но специалисты успели ее называть крупнейшей техногенной катастрофой после Фокусина. Она рукотворная, ее сделали эти катастрофы. То есть это кульминация цинизма, кульминация абсолютного равнодушия к человеческим жизням. В первую очередь своим. Погибшие животные. Люди, конечно, люди очень сильно переживают, когда кинут люди, но звери, которые погибли в клетках, они вызывают особые. И я хочу посмотреть, как отреагируют на это экологические активисты. А зоопарк? Ты написал, что какой-то зоопарк полностью затоплен. Есть пропад, в Русске 300 жил Каховска зоопарка. Погибли, остались только водоплавающие птицы, принимали колоссальные усилия, больше, чем в год оккупации звери остались живы. Да, но проблема здесь не в том, сколько земель затопили. Проблема в том, что лишили орошения на долгие годы. Этот же канал питал ирригации всю южную часть, наиболее плодородные земли Херсонской области. И как там будет теперь без орошения это большая проблема. Никто пока не может оценить дыру в производстве сельскохозяйственной продукции в результате этого разрушена система орошения. И это не восстановишь ни за день, ни за два, ни за год, и даже за два сразу не восстановишь. Это большущая проблема. Эта проблема становится международной не только по факту сделанного, по цинизму, по масштабу и так далее, а по последствиям. И могу сказать нашим читателям, вернее слушателям, что аргументы были приняты и очень внимательно выслушаны. Потому что это грозит очень серьезной проблематикой в будущем. Вот это история путинского способа воевать. Так. А 150 тысяч? Дальше понятно. Они смыли свои первые обороны на левом берегу, а там есть вторая, даже местами третья. Как они считают, прикрыли себе левый фланг, потому что война вода слынет в течение десяти дней, за берега окажутся влажными, пойместными такими, и форсировать там тяжело. Честно говоря, я не понимаю, зачем это делать, потому что форсировать там и так, по-моему, никто не собирался. Форсирование сложнейший вид боевых действий, один из самых сложных, и под ударами российской авиации, артиллерии делать это было бы самоубийство, там все равно не было направления главного удара. Мы прикрыли левый фланг, это означает, что они трезво оценивают свои силы и понимают, что они бы, если бы даже туда пошли диверсанты на лодках, это они бы, и для них бы это была грандиозная проблема. Сейчас войска смещаются, станут они на линию Мелитополь-Джамко, я думаю, там, кажется, они уплотнят боевые порядки, но должен им напомнить, что в плотной боевой порядке легче обнаруживается, легче прилетается, чем они думают. Мне кажется, что это решение, еще раз подчеркну, это их признание того, что они не в состоянии военным путем противостоять вооруженным силам Украины, силам обороны. И мы это, надеюсь, увидим в ближайшем. 158 уже тысяч нас смотрят и 54 тысячи поставили лайки. Здесь маленькие ответвления есть к теме, потому что часто говорят, я почему считаю, что нужно показать эту видеозапись в 7-месячной давности, 7-месячной или 8-месячной давности, нашего с тобой разговора об этом, что говорят, что Фегин Сарисович это пропагандисты, то пропагандисты наоборот. Я вот это, кстати, в Брюсселе обнаружил с удивлением для себя, что какая-то часть продолжает хныкать по поводу того, что, ну ладно, ты гражданин Украины, там, все-таки бывший чиновник и так далее. Я вообще ни с какого бока много раз говорил о том, что не являюсь интересантом по отношению к Украине с точки зрения чего-то получить от нее, там, кто-то меня содержит, что мы являемся людьми независимыми, но прежде всего я, у меня такие убеждения, и убеждения это гораздо дороже. Я к чему это говорю, что мы это все как бы прогнозировали, то есть, чем отличается анализ от пропаганды? Пропаганда, она игнорирует факты. Самый пристрастный анализ, а мы люди пристрастные, мы хотим поражение путинской России, понятно, но тем не менее, мы никогда не игнорируем факты. Вот кто-то скажет, ну вот опять вы вот себе тут делаете поблизости, а на самом деле вы просто два болтуна, которые ничего не делают. Вот давайте посмотрим семимесячные давности записи. Вот скажите, насколько мы прозорливы, ну, Арестович, я-то-то ладно, что с меня взять. Давайте посмотрим видеозапись, сейчас внимание всех на экран, это трехминутная запись, но она, скажите, насколько она совпадает с сегодняшним днем? Ну, вот ты слышал, видел, наверное, сейчас закрутил тема Каховской ГЭС. О грязной бомбе мы дальше поговорим, давай не смешивать. О Каховской ГЭС. Они сами педалируют историю с тем, что вот ВСУ собирается подорвать и так далее, при том, что, ну, совершенно очевидно, они ее сейчас держат, Каховской ГЭС, естественно, они ее заминировали, естественно, там находятся российские войска. Ну, это уже обговорили с разных сторон, но все-таки. Все-таки. Зачем они это делают? Они все-таки взорвут Каховскую ГЭС, эту дамбу, да? Это имеет очевидную, очень циничную, очевидную военную пользу. Польза заключается в том, что они могут создать, залить левый берег на несколько, на глубину, на километры, залить водой и не дать нам создать там, даже после захвата правой бережью, не дать нам возможность форсироваться и создать там плацдарм для наступления на Крым. Так. Ну, там и левый, и правый берег, они же могут полхерсона залить. Правый они вряд ли зальют, он высокий, а вот левый, да, левый могут залить. Это осложнит переправу. Что это сделать? Вот поконкретней. Марк, это левый низкий берег будет полностью залит водой на много-много километров в сторону Крыма. Там будет баллон. И правиться невозможно? Правиться очень сложно и практически невозможно. А уж делать там плацдарм, с которым можно накопиться и наступать дальше на Крым, вообще будет очень сложно. Фактически подрывом они себе закроют возможность наступать с херсонского направления на Крым. Надолго. А им это выгодно. Это как бы, там у тебя есть существенная угроза, ты обеспечил себе фланг, можешь особо не подкрой, не волноваться, а войска сконцентрируют, например, на Запорожском направлении. Поэтому то, что пострадает 200 тысяч жителей по прикидке... Это их вообще начать. Это их мало вам. Вообще, абсолютно. Им вообще плевать. Важно, да, чтобы, так сказать, убеспечить СССР. Поэтому они минируют не столько плоти, но ее сложно минировать. Она капитальное сооружение, там, ядерные бомбы надо пить, чтобы она, хоть что-то с ним произошло. А вот систему шлюзов каскадного сброса воды быстрого, они, да, изаминировали. В основе. А как это, на твой взгляд, восстанавливается? То есть, сейчас, ну, военный вопрос, да, но вот они, ее надо восстанавливать, это надо чинить, это невозможно, условия боевых действий абсолютно совершенно невозможно. Ну, шлюзы там чинить, как ты их будешь чинить? А они сами уже будут обстреливать. Никак. 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 Все. Мы теперь поняли. Это будет капитальная катастрофа, огромное бедствие искусственного характера и природное бедствие. И торгем катастрофы по последствиям будет похоже, ну, так, примерно, чернобыльская авария. Плюс-миня. Не, ну, понятно, понятно. Нет, нет. Поэтому это, в общем, большая проблема. Даже если бы вдруг наступил мир, мы победили. Годы и годы нужно было восстановить. Ну вот, мы ссылку на эту семимесячную назад запись дадим. Вот. А вы сами, зрители, пусть оценят, насколько прозорливо было обсуждение предвосхищения даже в известном смысле событий сегодняшнего дня. Действительно ли уж так мы близоруки и не понимаем логику действий российской власти, особенно в условиях ее, в общем, надвигающегося окончательного поражения разгрома. Вот смотри, давай сейчас попытаемся пованговать, как принято говорить в интернете. Хорошо, вот они взорвали дамбу. Они подали сигнал, что мы совершенно, можем и один из реакторов запорожской АЭС взорвать тоже. С нас станется. Мы можем в конце концов применить тактическое ядерное... Для чего все это делается? Чтобы что? Помимо попытки остановить контрнаступление. Куда дальше? перепуганный запад повис у нас на руках и не давал нам наступать. Они перестал давать оружие и призвал за стол переговоров. Так, это невозможно. Мы с тобой понимаем, что это невозможно. Ведь они не надеются, читают это невозможно, потому что мы обезбашены, но надеются, что наши спонсоры, помощники и эти самые партнеры, которые поставляют нам вооружение военной технику, они ужаснутся, скажут нет-нет, давайте договариваться. Ну, просто они так считают. Ну, конец от меня остановит ничего. Даже применение ядерного оружия. Мы станем только злее и будем бить их еще сильнее. А сил у нас уже для этого, поверьте. Ну, мы слышим заявление официальных лиц из Украины, что все готово, мы все получили. Кулеба даже сказал, министр национальных дел, что все, все, что нужно, получено. Провел совещание, готовность максимальная. Сегодня заявил президент. Посмотрим. Но, но очевидно, контрнаступления видны не столько по нашим действиям, сколько по их действиям. Участившиеся удары, вот такие вот эти мероприятия, как подрыв дамбы, это как раз признаки того, что они ждут с минуты на минуту больших люлей. и это очень хорошо, что они их ждут, правильно ждут, будут люлей. Ну, понимаешь, я еще одну тему хочу по поводу, вот раз уж тему мы заканчиваем, по поводу подрыва Каховской дамбы, Каховская АЭС, ГЭС. Вот смотри, появилась какая-то часть экспертов, будем говорить так, которые считают, что не так все очевидно, как это обычно говорится, что может быть это результат накопившихся проблем технических, технологических самой дамбы, ну, ее обстреливали, то да сего, ну, вот она держалась, держалась и прорвалась, первый вариант. Второй, что, ну, мы Кремль вообще не берем, они, значит, заявляют, что Киев совершил атаку на Каховской ГЭС для перегруппировки своих сил и нанесения гуманитарного ущерба, заявил, ну, вот это, не бензи в ООН, ну, что с него взять, собственно говоря, это стандартный его набор, а все равно, вот есть эксперты, которые совсем не сочувствуют Кремлю и так далее, но тем не менее, они считают, что, ну, не очевидно, ну, где, вот, видео взрывы, еще что-нибудь, давай что-нибудь им ответим, так сказать, даже не с точки зрения мотивации, по мне, она так очевидная для Москвы, взорвать эту Каховскую дамбу, а вот, собственно говоря, почему все эти версии абсолютно не выдерживают критики, вот так поставим вопрос. Ну, потому что мы всегда, мы с тобой об этом говорили, западная политическая структура экстерная предполагает позицию глубокого скепсиса, тогда ты или всегда, в результате ты или всегда прав, или всегда приятного тепла, поэтому они, вот нет прямых доказательств, ну, нам же не прислали бумагу с приказом, лично там не были, мы не видели, как подрывают, и всякое такое, а у нас есть доказательства, у нас есть, что в октябре там стояли грузовики с тротилом в машинных залах, и все было заряжено уже тогда, ну, да, поэтому, как бы мы это знаем, я об этом говорил еще 7 месяцев назад, то есть это судя по видео, которым мы как бы слушали сейчас, более того, перехваты, которые у нас есть, они показывают, что они часть своих предупреждений по подразделению предупреждали о подрыве, и мы эти данные, я думаю, украинское государство передаст, власти передадут сомневающимся экспертам, потому что, ну, как бы вы могли предупредить своих военнослужащих, если не вы это подрывали, правильно? Все очень просто. Давай теперь еще обсудим последствия. Говорят, что Москва все ближе к признанию страной спонсором терроризма, ну, потому что, действительно, экоцит такого масштаба, это действительно, ну, как, полноценная террористическая акция, так сказать, с целью, в том числе, ну, помимо всех основных связанных с контрнаступлением, воздействия на украинскую сторону, там, с точки зрения осложнения ей работы военной, и так далее, но это еще и просто люди, и животинка гибнет, и люди гибнут, и люди тонут, мы даже не знаем количество жертв, но рано говорить, сегодня это все произошло, вот, соответственно, какая здесь перспектива, какая скорость, потому что я вижу, западные правительства, вот сейчас я в Лене смотрю, они все по этому поводу достаточно однозначно высказываются, ну, просто от на тебе до вот, большое расстояние, но сколько уже можно? Шарль Мишель назвал это преступлением военным, глава НАТО назвал это возмутительным актом, он бы сказался на эту тему, поэтому оценки были даны очень рано, и прям с утра, сразу только начался рабочий день в Европе, и поэтому у меня не вызывает сомнений дальнейшая оценка, мне, здесь я уже побуду, но я все-таки побуду скептиком, здесь я уже, Россия путинская наделала такого количества дел уже, что давно пора ее вышвырнуть из Совета Безопасности ООН, вообще из ООН, и принять другие, более серьезные меры, но пока что-то не видно, потому что никто, они, эти все западная политическая культура и мировая, международная, связанная с этим скепсисом, она же заставляет их и здесь думать, вот как, ну, хорошо, а что вместо, вот нет России с Советей Безопасности ООН, а это же изменится вся архитектура, а это же будет дисбаланс, а как она отреагирует, не толкнем мы ее еще в больше маргинез, а может с ними все-таки поговорить и так далее, и так далее, они не понимают, что до разговора быть не может, и это надо просто ломать силой, шантаж мира, экологический шантаж, ядерный шантаж, надо ломать силой, никаких других вариантов здесь нет, и самое главное, что всем этим мировым деятелям не надо ничего делать, собственными руками, мы все сделаем, дайте нам вооружение, военную технику, в необходимом количестве, мы закроем вопрос, все это, я говорил это год назад, я говорю это сейчас, еще буду говорить, да, минимум месяцев в 9, дайте нам доставить, мы закроем вопрос, это вообще не проблема, мы обеспечим военный разгром Российской Федерации, чтобы понимали, потери энергосистемы будут минимальными, наверное, меньше всего, причем объяснено, потому что она очень малую, малую генерацию давала, в общей системе, на фоне 16 ядерных реакторов, которые есть у Украины, как бы, тут проблемы именно социального, экологического характера, вот она как раз на годы, на годы, продовольствия, возможно, и так далее, причем это как раз темы, которые очень сильно интересуют международное сообщество, гуманитарка, социальная, экоцит и так далее, ну так займитесь, вынесите соответствующую оценку, примите меры, они же пробуют, пробуют мировое сообщество, вот на что, а проглотишь или нет? Вот смотри, сегодня посла Бельгии вызвали в Москве даваться объясняться по поводу оружия бельгийского происхождения, которое якобы применяет Легион Свободы России. Причем там только стрелковое оружие, насколько я понимаю. Почему они не вызывают английского посла, американского посла? Да потому что он не пойдет. Пошли, потому что, да, бельгийцы дали слабину, они моментально сделали шаг вперед, а мораль очень простая, с тобой обращаются так, как ты позволяешь с тобой обращаться. Бельгийцы не показали зубы, дрогнули, опубликовали это в прессе, премьер отреагировал, дал задание разведки разобраться и так далее, и вот, пожалуйста, да, они сразу сделали шаг вперед, мотопротесты, посол и прочее, прочее. С ними же все давно ясно, но наши друзья западные не до конца понимают, как это работает. Это хорошо понимают наши друзья по-восточной группе, которые много, много столетий имели с ними дело, и знают, кто они такие, как с ними обращаться. Вопники, очень низкого пошли бы. От российской оппозиции, это ты знаешь. Они не понимают, у них нет чувственного опыта и понимания, они слишком в голове своей западной системы. Есть вот свои модели, в которой они сильны, в которой они стали тем, как они не стали, и думают, что она рабочая. Но истинная мудрость заключается в том, чтобы говорить с людьми на языке, который они понимают, а не который ты считаешь удобным, правильно? А это надо очень жестко обламывать, ставить на место, благо, что у них есть кому. Нам нужен только инструмент. Но приятная новость заключается в том, что инструментов нам хватает в настоящий момент. И я думаю, что в ближайшее время российское командование в этом поспешит убедиться. На второе контрнаступление добавили, на осеннее, инструментов. Чтобы совсем было уже весело. Чтобы уже даже не били, а добивали. Благо, что должно быть и в 16 уже, там много чего-другого. Так. Ну, ясно. Давай посмотрим на карту пока. Значит, глянем, что там произошло для очистки совести, чтобы это как бы все... Без особых изменений. Херсонская область, понятно, что произошло. Запорожская область по значениям. Бахман наши движутся севернее и южнее. На Кремяно идут определенные действия. Кремяно, Алиман. Вот это вот этот район. Купинск. Словно говоря, люди сзади которых машины с российскими ранеными едут в гуськом в госпитале. главы. Ну, в Белгородской области, как говорят злые их языки, ничего далеко не успокоилось, идут движения. Поэтому как-то так. Вот сейчас мы покажем видеозапись, которую Министерство обороны Российской Федерации распространило с рассказом, что это, говорит, мы снищали танки Леопард. Леопард 2, я так понимаю, немецкие. Уже хохот стоит невероятный, потому что это похоже, что, значит, рисовка комбайнов американских, которые, уже это все расшифровали, они дотошные вообще украинские, чтобы, вот, понятно, Минобороны, вы так не лажайте, потому что очень дотошные программисты в Украине, они тут же все исследовали, все это пропустили через все возможные программы, выяснилось, сейчас я назову даже, сейчас мы покажем видеозапись, а параллельно я вам скажу, что, собственно говоря, вот, сейчас прям показывается видеозапись, что чуть-чуть уничтожают танки Леопард, якобы. Вы да не знаете, что это стоит, а зачем его рабо стоит? А вот, я говорю, что это стоит, комбайна, потому что слишком высокая база, давай по нему отработаем, значит, вот, значит, что происходит, все усомнились и заявляют о том, что канал Рыбарь, не знаю, что это за канал, пишут, что уничтоженная машина куда больше похожа на комбайн Джон Дир 4830. Если увеличить кадр, то в контурах объекта можно рассмотреть нечто похожее на сельхозтехнику. В очертаниях выделяются колеса, а ствол напоминает шнек. Да и сам экипаж вертолета в переговорах не называет цель Леопардом, пишут авторы. Да, это типа с вертолета уничтожена цель. Вот, ну и другие каналы, там не единственные, я читаю новости просто, но вот смотри, они заявляют о том, что на некоторых участках, это вот мы в канун обсуждали буквально вчера, по-моему, да, когда он был эфир, что какие-то части пошли в наступление, контрнаступление имеется украинские части ВСУ, и вот, мол, отражено их наступление действиями российской армии, 1500 человек убили они, все танки Леопарды уничтожили, ну и Арестовича напоследок еще, так сказать, на десерт застрелили. Ну, приблизительно вот так это все выглядит. Я просто вот все время пытаюсь, вот когда я читаю вот и все эти отчеты и тогда я вот думаю, они не считают, что кто-то купил на такую штуку. У нас есть комментарии лица более заинтересованы или менее заинтересованы, как посмотреть, при Пригожной Евгении Батьковичу. Да. Его взяли в комментарии и сказали, как вот эти сводки Министерства обороны России, что там полтора тысячи человек убиты за деньги. Да, они прямо, это официально они назвали эту цифру, потому что люди не понимают, думают, что я ради красного словца. Он сказал, что ради того, что погибло полтора тысячи украинцев, боевые действия должны быть крайне за день, крайне интенсивные и на фронте протяженностью не менее ста километров. Напоминаю, что Российская армия не в состоянии обеспечить такую интенсивность боевых действий. Какие там, сто километров. Поэтому можем его оценку выслушать в этом отношении. Но наша оценка, по-моему, даже это не нуждается, потому что это уже инерция глупости. Коношенко просто выходит и озвучивает вещи, которым не верит никто, даже в саму Россию. Такая. Поэтому, да, мне тут напоминают, кстати, пишут, что когда Херсон эвакуировал и ближайшие селы эвакуированы людей и животных, Российская артиллерия открыла огонь. Ну, святое дело. Поэвакуирующимся людям. Они по-другому не умеют. А сейчас пишут, что не выпускают людей из-за лешек эвакуироваться. Где живут внутри города? Подтоплено. Наш, украинцы. Неудивительно. Мы с тобой об этом сказали на людей. Да, мы сказали на них. Ну, Давай перейдем к следующей теме. Мы 30 минут в эфире, чуть с небольшим. Нас 209 тысяч с лишним смотрят на моем канале. У меня 74 тысячи, Ну, тоже прилично. И где-то 76 тысяч поставили лайки, явно недостаточно. Давайте последние там 24 тысяч до 100. Давайте дотянем. и соответственно тысяч до 50 тоже не хватает. Пожалуйста, для этого ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Больше подписанных, больше смотрящих. Вот такая корреляция. Подписывайтесь на канал Фегин Лайв. Вот всех, кто сейчас смотрит, если вдруг не подписан, просто шлепнете по кнопке пальцем и сделайте приятное дяде Марику и дяде Леши. Ну, и соответственно, его канал Алексей Арестович по ссылке в описании к этому видео тоже обязательно подпишитесь. Это будет очень правильно и полезно. Так, вот теперь мы начали обсуждать тему с повестками. Я извиняюсь, с СМС-оповещением. И вот уже пошла дрожь такая, правительство РФ работает над тем, чтобы обезопасить от фейков СМС-оповещения о мобилизации граждан, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. Правительство работает над тем, как защитить повестки и как они должны выглядеть, чтобы человек четко понимал, он получил настоящий СМС или это СМС-фейковый, сказал он в эфире телеканал РБК. Наконец сообщалось, что в проекте постановления, разработанном по инициативе Министерства обороны Российской Федерации и опубликованном в федеральном портале проектов нормативных правовых актов говорилось о внесении изменений в положение о призыве граждан по мобилизации. В частности предлагается оповещать мобилизованных через СМС-рассылку. Да, ну вот, значит, что хочу сказать. Ну, точно уже теперь это уже гарантировано, что сейчас полетят повестки из Украины, значит, всех будут призывать. Как это, знаешь, в анекдоте? Собираемся на кладбище, накопаем себе девушек. Вот так. То есть, вообще говоря, все-таки для нас интересно, они эти повестки рассылают, ну, точнее, собираются рассылать. Это все-таки действительно подготовка к следующей волне мобилизации, потому что многие нам не верят, говорят, да все, вы тут врете и все выдумываете, а на самом деле, на самом деле ничего не грозит, мы сейчас пивко попьем, сейчас ее не наступил, будем греть на пляже, и вы тут все нагнетаете, к чему зря, а на самом деле нас никого не призовут, никого не мобилизуют. Вот я хочу из части новостей, полуофициальных, официальных, вынести какой-то вывод. Пожалуйста. Их мобилизуют. Их мобилизуют, отправят всех на украинский фронт, защищать как бы линию фронта. Да, они же, там же проблема повестки, это сам факт вручить. Ты же как юрист прекрасно понимаешь, да, что есть такая штука, как вручение повестки, да, это целый юридический акт, он может быть оспорен, если он не на ненадлежащем... Разумеется, конечно. Ну и так вот здесь смс, они как бы получаются, что мы тебе прислали, и они с ним проблемы не на ненадлежащего вручения. Ну конечно. И ты как бы за то, что ты не отреагировал. Это акт не юридически фиксируемый, абсолютно. Тем не менее, они обеспечат последствия в ней юридические, или юридические, похожие на юридические, но репрессивные для тех, кто не отреагирует в повестку. Таким образом, и снятие проблем, снятие проблемы многочисленных исков, там, или изображение дурака, типа если ничего не получал, или вы мне не так вручили, они снимают. А для чего снимать это все? Только если им нужно мясо. Мясо нужно, да. Ну это называется, у юристов это называется внепроцессуальный порядок, потому что он никак не фиксируется, вообще никак. И мяса нужно много, по одной простой причине, потому что там, где мало техники, там нужно в два раза больше мяса, а техники все меньше и меньше. А в результате этого контрнаступления ее останется совсем мало. Даром они во время сегодняшнего затопления, технику спасали, хотя часть утопили, а людей нет. Им техника дороже. Поэтому, они перейдут к стандартным способам воевать Красной Армии, жертвуя людей за технику. Поэтому я поздравляю, будет ли она разовая, как волна, эта мобилизация, либо постепенно будут подтягивать, там, дернули, там, дернули, там, дернули, со всей страны будет получаться там десятки, сотни тысяч, но она будет, и новое мясо пойдет на фронт. Поэтому, кто верит, что он отсидится, я поздравляю, могу только заранее поздравить. Вера, украшает человека, наивность, не следствие глупости, вернее, не признан глупости, а чистоты души, как говорил, один был знаком. Все эти прекрасно душные люди лягут под Херцом, где-нибудь, вернее, под Крым, на въезде в Крым подозрены. В результате. Или в самом Крыму. Так, ну, мы уже почти 36 минут в эфире, вот такая все-таки тема, я думаю, что она близкая к окончании нашей передачи сегодня. Страны Запада придадут Украину, если не предоставят ей гарантии безопасности на саммите НАТО, который проведет 11-12 июля в Бильнюсе. Об этом заявил Владимир Зеленский, президент Украины. Прямая цитата. Я уверен, что нам дадут самые сильные гарантии безопасности. Я не хочу, чтобы мы с Россией остались наедине. Если так будет, значит, так будет. Но это, я считаю, предательская политика с точки зрения тех или иных партнеров. Это не про партнерства, это про то, что все-таки вы боитесь России и хотите экономически зарабатывать. С кого вам? Дальше его цитата. В противном случае, если у нас нет гарантий, если у нас нет сигналов о нашем будущем по поводу членства Валенсии, то что нам там делать? Зачем нас зовут на этот саммит? Когда мы приезжаем на саммит в Вильнюсе, это четкий сигнал нашему обществу, что нас там видят. Я не хочу в этом политическом театре участвовать. Я хочу, чтобы наши люди знали, какой будет вызов, подчеркнул президент Украины. Ну, судя по риторике, президент настроен очень жестко. Ну, это в его стиле, так сказать, реагировать. информация, да, он не системная политика, это его сильная сторона, потому что в международных отношениях он позволяет себе говорить вещи, которые не считаются непротокольными. Да, ну, сейчас, секунду, по поводу мобилизации, тут нам прислали добрые люди информацию о том, что в Вологде, например, план мобилизации выполнен меньше, чем на 10%. Они ищут возможности закрытия этих дыр и, так сказать, привлечения игнорирующих, разбегающихся. Президент настроен жестко, потому что информация ходит всякая на уровне слухов, что нам в Вильнюсе не дадут календарного плана, скорее всего, вступление в НАТО. Есть такие слухи. Но зато эти же слухи утверждают, что нам дадут много нового вооружения, военной техники. Слухи эти из открытых источников, здесь никакого инсайдерства нету. Поэтому в том смысле оно в прессе публикалось. Допустим, это рабочий вариант, что нам дадут очень много вооружения техники, новый пакет и подтвердят стремление в Украину на то, что нас обязательно когда-то примут, но не дадут календарь. Я к этому очень спокойно отношусь. Даже представим себе, что этот вариант реализуется. Первое. Какой календарь вступления НАТО, если мы ведем войну, который неизвестно сколько продлится еще? Это неразумно. Ответственной политики никогда не дадут конкретную дату, если война не окончена. Второе. Главное, что нам нужно сейчас, это реальное перевооружение вооруженной силы Украины, силы обороны на натовские борцы вооружения. Потому что они превосходят на голову российские, с ними другая тактика, другая техника, другая эффективность войны. Мы разгромим российскую армию, Путинскую армию. Третье. Нам нужны гарантии до вступления в НАТО. И вот это очень серьезный предметный разговор. Именно это ключ ко всему. Именно это ты цитируешь, именно на это реагирует президент. Потому что просто вооружение военной техники это только часть гарантии. Нам нужны формальные гарантии. Продолжение поставок это вооружение военной техники, обслуживание это вооружение военной техники, модернизация вооружения техники и кооперации по ВПК. Для того, только тогда это будет похоже на гарантии, которые написаны право на самооборону. Любая страна там написана должна сама себя уметь защитить. Вне блока, вне всего остального сама. это должно быть ее право и покуда мы не въезды на то мы хотим иметь возможность сами по себе защищать реализовывать 25 статью у нас есть на то основание как морально мы защищаем свою руку так и практически мы развивались ли крупный крупнейший в истории заносу безопасность запада избавившись от третьего ядерного потенциала мире который был нацелен на запад напоминаю про бодербургский мораду и эти г и ракет стоянию запада и самолета мы передали в россию теперь они по нам стреляют наблетят на голову те ракеты которые мои передали в частности потому что запад настоял запад а запад взращивал этого монстра он взращивал путина он даже после 14 года после аннексии крыма как они сами нам признаются в этом самом пью на парламенте и другие места сами пытались вести бизнес как обычно да и надеет на и некоторые из них надеются что он снова смогут его вести так это все давно уже изменили поэтому здесь понятно почему должны выбирать я думаю что нам дадут выбирать формы объем их мы посмотрим но это будет сильный шаг и президент я так понимаю будет и вся украинская дипломатия настаивать очень жестко на том чтобы были даны конкретные гарантии чтобы было что показать гражданам украины которые воюют и каждый день теряют родных и близких у нас у всех нет наверное ни одного гражданина украины в окружении которых не погибло человек знакомых друзей роста а лента фейсбука часто у нас всех на них правах похоже поэтому наши дети бегают в убежище наши дети не могут нормально спать никто не может спалить от ракеты на голову как бы на каждый день поэтому президент настроен жестко потому что он защищает свои интересы народа интересы своего народа мы все настроены жестко благо у нас есть множество союзник самым над которая большой семерки которая точно также настаивают на нашем варианте окончания войны что предполагаю например европейская дипломатия на вышли на высшем уровне неоднократно говорил баррель судов он трилляет которые говорили что окончание войны должно быть по формуле зеленского по украинской формы это большая семерка подтвердила хиросим я здесь да и должно быть данной гарантии прежде чем мы вступим если да так же есть отступление в если нато процесс может занять несколько лет в нем а когда мы вступим когда мы получим стопроцентной гарантии по факту вступление данным нужно двигать это нам нужны эти гарантии не повторения этого кошмара не повторения попытки второй войны и российской украинской и много-много чего другого и в основном эти гарантии заключается военной экономической помощи вот многие эксперты говорят сегодня о том что формула отношения может быть такая между сша и израиль я напоминаю что сша израиль примерно на 9 миллиардов долларов в год передает не только вооружение но военные технологии самое главное что они взаимно обмениваются поэтому да это форма формула так как такого рода такие особые отношения существует скорее например с некоторыми другими государствами в принципе это это зона куда куда мы где можно искать на можно копать но то что я думаю президент будет выступать очень жестко в Вильнюсе готовит это выступление я думаю он очень жестко настроен в смысле реального обеспечения безопасности украины так ну что же мы в эфире находились почти 44 минуты 200 почти 17 тысяч нас смотрят и около 90 тысяч поставили лайки но мы же завтра проводим эфир в обычное правда время в 20 потому что у нас меньше народу потому что люди не выдерживают идут спать они из разных регионов разных часовых поясов но обстоятельства я должен сказать что мы с алексеем арестовичем два дня находились европарламенте действительно здесь шла конференция которую проводил европарламент совместно с представителями российской оппозиции там две с лишним сотни человек говорят по три сотни сегодня вот я вел панель соответственно все-таки мы с алексеем арестович проводили встречи в интересах так сказать украинской политики выразимся так и так сказать нам было чем заниматься а не то что тут мы тут с утра до ночи доли пива или еще что-нибудь как многие про нас пишут и заложено заниматься да поэтому как бы обстоятельства сложились так что два дня приходилось вводить 23 часа по киевскому времени завтра уже в обычное время в 22 мы проведем эфир видите новости скачет чехардой и каждый день что-то новое приходится вот это чаще комментировать просто ну мы не планируем проводить сегодня эфир но они взорвали каховскую эту да ну что же мы проигнорируем завтра уже вдогонку четко витировать но завтра у нас будет эфир с алексеевичем 22 вас ждет завтра эфир с представителем легиона свободы россии цезарем пока мы его планируем если он сможет выйти в эфир ну следите за обновлениями ну и конечно с андреем андреевичем пианковским в 21 час по киевскому времени тоже очень внимательно следите завтра будет три эфира такой вы насыщенный день алексей спасибо тебе огромное увидимся завтра всем пока до встречи счастливо всем спасибо